Всем привет! Мы с вами находимся в Кимере. Это осень 24 года. Сегодня конкретно 8 октября. И мы с вами пройдемся по набережной, по центру Кимера. Вдоль набережной здесь находятся, я вам покажу, отели, парк, сам парк Кимера, европейские кафе именно с европейской едой. Немножечко расскажу о ценах на лежаки, на экскурсии. И немножко покажу сам Кимер. Сейчас Турция довольно дорогая страна по ценам. Ее нельзя назвать ни бюджетной, ни дешевой страной, потому что здесь произошла огромная инфляция. И поэтому цены здесь довольно сейчас большие и в турецких лирах, и в евро. Так что пойдем сейчас с вами на прогулку. Ой, а ты теперь будешь брать? Так, мы с вами идем по набережной. Это такая набережная, вдоль моря идет. Здесь идут маленькие отели. Вот один отель я вам сразу покажу. Он заброшенный, это довольно интересно. Он находится вот прямо на самой набережной, но тем не менее это заброшенный отель, к сожалению, который не выдержал инфляции. И раньше здесь везде продавали раков, а сейчас раков не продают. Вот видите, был бассейн, бар, а сейчас все абсолютно заброшено. Хотя это первая линия, вот прямо у нас морюшко идет, горы, посмотрите, какой шикарный вид. А сейчас все абсолютно заброшено. Хотя вот это самый-самый центр Кемера. Было джакузи, финики. Сейчас, наверное, сезон фиников. Везде падают финики. Еще, смотрите, мраморные плиты можно домой унести. Да, вот было джакузи, ступеньки, спуск, вот там видно бар. Но, к сожалению, это сейчас заброшенная территория. Как говорится, заброшенные отели. Вот даже осталось кресло заброшенное. Но, напротив, хороший очень частный пляж, называется Тропикана. И вы можете на целый день арендовать лежак. И есть лежаки под зонтиками, есть на солнышке, как вам удобно будет, есть бар. По ценам вам могу сказать, именно на пляже Тропикана здесь очень-очень дешево и бюджетно. Вот здесь вот раньше продавали раков, но сейчас вот раков нету. Смотрю, наверное, вот обанкротился этот бизнес, который продавал раков. И, значит, по лежакам, вот видите, здесь раньше продавали раков. Это вход на пляж Тропикана. И, значит, по ценам на лежаки. Именно на пляже Тропикана один лежак стоит 2,50 в евро или 100 лир, наверное, они говорили. Но мы платим в евро, за два лежака получается 5 евро. Вот это вот вход на пляж Тропикана. Да, мы с этого пляжа. Да, это пляж, да. Вот я вам покажу цены. Значит, сейчас курс идёт 35 турецких лир, 1 евро. Значит, вот кола стоит 100, фанта 100, чай 100, пиво стоит 220-260. То есть, вот я вам показала цены на восьмое пицца. Вот 420, 400, 280, чипсы 200. Я вам показала цены на 8 октября 2024 года. Но это недорогой пляж, потому что мы первый день лежали рядышком абсолютно, да. И там уже лежаки стоили, один лежак, 7 евро с человека и зонтик. Мы заплатили вот 15 евро за двоих. Но потом мне подписчики написали, что есть рядышком пляж. Вот я вам его покажу сверху, Тропикана. Вот здесь вот бар, кафе, вот там как раз-таки мои вещи. Вот около моря вот здесь вот два моих лежака стоит. То есть, есть тени, есть на улице, но зато здесь потом будет больше людей. А рядышком уже пляж одного отеля и пляж отеля, в котором я конкретно отдыхаю. Но мы не ходим на пляж, который принадлежит отелю, потому что там не очень большая территория. Людей очень много, и получается, всем надо загорать рядышком друг около друга. Как бы кому это некомфортно, те переходят на вот такие платные пляжи. Что вам могу рассказать? Дальше будут большие отели, такие как Crystal Rocks Royal, Амстердам. И к нам вот и вчера, и сегодня приходили, например, люди, иностранцы. Вот вчера были немцы, сегодня французы. Они именно с отеля Амстердам, то есть большого пятизвездочного отеля. Но приходили вот на наш частный пляж. Наверное, это пляж отеля Викинг. Тоже можно везде купить лежак, диванчик, если вам хочется. И приходили они на наш пляж. Видимо, может, на их пляже много людей, и они хотели спокойствия, может, размеренности. И поэтому они пришли и отдыхали на нашем пляже. То же самое я могу сказать про хамам и про массаж. Я каждый день хожу на массаж. И сейчас немножко расскажу вам о ценах в отеле, в котором я отдыхаю. Мой отель недорогой. Он на центральной улице, абсолютно простой отель, три звезды и хамам. Значит, что входит в хамам? Вас помоют, намылят всякими пенками вкусными запахами, почистят мочалочками. Потом вы отдохнете, выпейте чай. И, конечно же, вам сделают массаж полчаса. И сейчас немножечко я оторвусь. Вот здесь вот вход на очень тоже красивый пляж с таким очень красивым видом, сказочным. Правда, ребята, действительно очень красивый выход прямо к морю. Сейчас вам покажу. Здесь, если вы хотите, тоже можете снять лежак, диванчик. Все, что вам нравится. Посмотрите, как красиво. Сейчас мы с вами выйдем. То есть вот так вот можно прийти на любой пляж, заплатить денежку. Вот видите, здесь диванчики. Вам поставят зонтики. Можно снять лежак. И красивенько поплавать. Сегодня 8 декабря. Вот видите, тут качельки. Я вам покажу, сколько отдыхающих. Это уже пляж Котелю принадлежит. А, следующий Рокс Ройл, значит, это Кристалл. Да, горы красивые. И вот здесь вот тоже идет пляж. И вот дальше вдоль набережной. Вот там вот впереди такой есть маленький остров. Вокруг него можно обойти. И на самом верху этого острова находится красивый парк. Очень прозрачная вода. Я вам сейчас покажу. Видите, какая прозрачная? Прозрачная. Сейчас температура воздуха 30 градусов. Температура воды 28. Вот, если вы хотите, можете снять такой лежачок. Диванчик. Диванчики стоят где-то в размере 30-50 евро. Ну, а лежак стоит вот, начиная, скажем, от 2,50 и 7,50 и 5 евро и 10 евро. На пляже отеля Ланкура там 10 евро лежак. То есть на каждом отеле можно купить лежак, если вы хотите отдохнуть на каком-то другом пляже. Значит, мы с вами здесь вот пришли. Это ночные клубы. Задняя их сторона. Они находятся на улицу. Туда выходы главные. Впереди такой очень красивый вид на горы. Значит, курс на 8 октября 2024 года. 1 евро. Стоит 35, 36, 37 турецких лир. В меняльных конторах тоже по-разному меняют. Вот примерно по такому курсу. И когда вы что-то покупаете, можно рассчитываться турецкими лирами, можно рассчитываться долларами, можно рассчитываться евро и можно рассчитываться карточкой банковской. По крайней мере, со стороны Евросоюза карточки все принимаются. С других стран, там, например, Россия, Беларусь, Украина, не знаю, потому что я с Европы, и наши банковские карточки здесь везде принимаются. Вот, да, здесь предлагают волейбол поиграть. И вот мы с вами пришли к парку. Посмотрите, какой очень красивый вид. Вид просто сказочный, красивый. И вот здесь вот вход на пляж от отеля Кристаллс. Вот здесь вот надо идти по этой дорожке. И мы придем на пляж отеля Кристаллс. Вот там написано Кристаллс Хотель. Да. Ну, а здесь, видимо, наверное, когда идут сильные дожди или стоки, наверное, это останавливается. Может, чтобы мусор в море не шел. И здесь можно всякие водные тоже аттракционы снять, водную машинку, покататься на парашюте. Парашют стоит 80 евро с одного человека. С двух 100 евро. Примерная цена. И еще раз скажу, на море, в кафе, пиво стоит где-то 6 евро. Это 200-220 турецких лир. Сок стоит 50 лир. Ну, то есть, это получается где-то, сколько там, полтора евро. Вот такой вот вид. И мы с вами пришли в парк. Вот, как я вам и говорила, вот здесь тоже продавали раков. Да, но сейчас все-все разбито. Ничего здесь нет. Здесь у нас продают свежевыжатый сок, мороженое. И мы с вами пришли в парк. И здесь есть выход в город прямо к такой башне, башне-кафе в центре Кемера. Как вы видите, очень-очень красивый вид. Это курортный отдых городок Кемер. Вот такой вот фонтан. Кстати, в нем живут рыбки. Выплывают. И здесь вечером всегда играет музыка. Очень много играет именно русской музыки. Очень здесь любят и Шатунова, и Руки вверх, и Прянцева. То есть, каждый вечер играет разнообразная русская музыка. Очень-очень приятно. Здесь тоже очень красивый фонтан, но, к сожалению, он не работает. Сколько лет я не приезжала, он не работает. Ну, этот фонтан, он работает вечером. И мы пришли с вами к фонтану, который тоже не работает. Но очень интересная скульптура. Здесь такой мужчина с женщиной. У мужчины нереально тоненькая талия. И попка, ну, очень большая спина. И вот такая девушка. У нее прям сиськи точно, наверное, силикон. Жопа, наверное, тоже силикон. Но, к сожалению, фонтан не работает. Я думаю, была очень красивая задумка. И очень-очень, думаю, красивый был бы фонтан, если бы он работал. Мы с вами гуляем в парке. И впереди я вам покажу. Здесь здание отеля Кристаллс. Впереди здание отеля Рокс Ройл. Я жила в Рокс Ройле не один раз. Но сейчас вроде бы они сделали через верх дорожку. А было, что надо было ходить через подземный переход. Ну, видите, здесь тоже хватает мусора. Не все мусор выкидывают в мусорники, к сожалению. Да, вот подземный переход. Нет, люди идут с подземного перехода. Значит, им надо идти все-таки через главный вход. Потому что здесь еще есть ворота, но показаны для инвалидов и для колясок. А так, да, все люди идут через подземный переход вниз. Здесь вот вечером тоже живут котики, котята. Мы вечером приходим их кормить. Растут финиковые пальмы. И в Турции очень много везде стоят такие автоматы с кошачьей едой, с собачьей. Но есть большая разница. До этого я приезжала, и туда подходили турецкие лиры, копейки. Кстати, сейчас мне еще ни разу нигде не давали турецкие копейки. Может быть, их убрали с обращения. Этого я не могу вам сказать. Ну, я заметила, да, не давали. И зато в автомат сейчас сделали, что надо кидать 1 евро. Но это очень большая разница. Посмотрите, 1 евро 35 лир. И раньше ты кинул 1 лир, то есть это можно было 35 лир кинуть, да. И 35 раз вылетел бы корм из автомата. Там его не очень много вылетает. А теперь сделали, представьте, 1 евро, да, на сколько они навариваются. А 1 евро, это довольно приличная сумма. А корма высыпается совсем-совсем чуть-чуть. Понимаете, вот это называется инфляция. В 35 раз сделали больше оплату для котиков. Раньше вот все уезжали, и я в том числе эти копейки в кармане все закинул. Этот кошачий корм вываливался даже с этой чашечки, да. А 1 евро вот мы вчера кидали, да. И, ну, уже не каждый человек как бы кинет 1 евро. Сейчас посмотрим, что тут осталось. Мы вчера кидали, и вот здесь водичку ложили. А, ну, да, корм подъели. Корм подъели. Потому что вот вчера высыпалось больше. И вот, видите, сделали 1 евро. И вот надо сюда кинуть и высыпется кошачий или собачий корм. Да, только я не понимаю, почему люди другие туда кидают какую-то еду, именно вот еду. И на ней куча муравьев. Естественно, ну, как коту с собаке есть там с муравьями. И вот у них везде около автоматов очень много стоят такие чашечки с водой, чтобы коты могли попить. И сейчас мы с вами придем на такую красивую аллею. Эта аллея, она приходит прямо к центру Кемера, к такой башне-ресторану. Там центральная площадь, все магазины находятся. Можно погулять. Там дорога приходит прямо в горы. Если взять на прокат такую электрическую машинку и прокатиться, это отель Кристалл находится. Сейчас мы с вами перейдем дорогу и придем к такому перевернутому дому. Я вам могу сказать, здесь рассчитываться можно только турецкими лирами. Внутри необычное впечатление. Если у кого-то кружится голова и что-то такое, то это неудобно будет. Сейчас мы с вами пройдемся по такой аллее. Весной эта аллея очень классно выглядела. Она вся пахла, были ароматы, запахи цветов. Мы вчера мы гуляли, уже просто не гуляешь, но тоже очень приятно. Сейчас мы с вами гуляем с капсусом. Я вам пока встаю. Вот, где эти лирами. Сейчас мы с вами вот дошли до тимка, чтобы удобнее вам было рассказать. Здесь очень такой большой старинный кактус. И нам рассказывал гид, когда я была первый раз, есть такая примета, что надо прийти и как бы кинуть копеечку в этот кактус и загадать желание. Но очень многие люди портят кактусы и пишут на них свои имена, выкорюб, да, вот что-то там, сердечки разные. Ну, и не понимают, что кактусу больно, кактусу это вредит. Ну, люди об этом не думают, что кактус такое же живое, скажем, растение, как и мы с вами. Но по примете, по легенде, чтобы сбылось желание, надо именно просто кинуть монетку, потому что там идет речушка. И речушка унесет, если у вас какие-то невзгоды, то все невзгоды с вашей монеткой речушка унесет. Это маленькая, но сейчас, может, она уже высохла. И, значит, вот этот вот прокурор, вот, если вы по нему пойдете, вы придете прямо в самый центр, вот, ну, не заблудитесь ни в коем случае, да. Вы придете в самый центр и назад вы придете прямо к морю, друзья. Вечером тут еще работает тир. И с правой стороны, сейчас вам покажу, здесь два ночных клуба. Вот с правой стороны здесь два ночных клуба. Они работают, наверное, каждую ночь, я думаю, потому что даже в отелях по набережной гремит, просто вибрирует здание от этих клубов. То есть они тут, клуб Аура и второй клуб, вот, там, наверное, 26-го, 27-го, 31-го. А, там июль, июнь, июнь, да, расписан, да. И вот здесь вот такая дорога, здесь караоке, кафе. Это вторая улица параллельная вдоль набережной. Тут банкомат. И вот, как я говорила, речушка, которая уносит. Но сейчас здесь нет воды, но, естественно, потом зимой она появится и унесет все ваши невзгоды, если вы сюда кинете копеечку. Ну что, мы будем переходить вам в дорогу. Полюбуйтесь красивым видом гор. Ну вот мне не нравятся большие отели, потому что, видите, они находятся через дороги. Вот надо переходить, бежать. То есть это довольно, для меня лично это неудобно, но каждому свое. И потом вот я отошла от хамама. Я каждый день хожу на массаж. И в нашем отеле, значит, первоначально хамам. То есть вас помыли в турецкой бане, угостили чаем, сделали массаж полчаса и сделали маску на лицо и опять угостили вас чаем, да. И вся эта процедура стоит 35 евро. Смотрите, мы с вами опять отойдем от темы. Мы пришли с вами к оливковому дереву. Сейчас против солнышка вам покажу. Вот, видите, спеют оливки. Вот так выглядят оливковые деревья. В Тунисе вообще очень много. Весь Тунис засажен оливками. Но здесь тоже они нам встретились. А значит, потом я каждый день посещаю массаж. И цены на массаж, значит, в отеле в простом 3 звезды, но на набережной стоит 20 минут... Нет, полчаса стоит 20 евро. 45 минут стоят 25 евро. И 1 час стоит 30 евро. Но, например, вчера я сама вот когда была на массаже и пришли муж с женой именно с дорогого отеля Кристаллс и сказали, что они хотят на массаж и в хамам у нас, потому что у них очень дорого. Да, они сказали, что у них хамам стоит 120 евро и массаж стоит 60 евро. Сейчас еще цветут очень красивые цветы. Мне кажется, они называются азалии. Если я, конечно, не путаю, вы можете меня поправить. Вот здесь тоже такое красивое кафе. Вечером можно посидеть, выпить кофе. Я здесь пила кофе. Стоило оно 4 евро. Туркиш кофе. Ну вот, мы с вами обошли парк. Опять пришли к этому киосочку, где продают натуральный сок. И сейчас пойдем по всей набережной. Мы пройдемся и придем в центральный парк Кемера. Там, где люди, наверное, идут на обед. Там, где сердце Кемера, крылья Кемера, буквы Кемер. Все, что связано с атрибутикой, где все туристы фотографируются. Это, конечно же, со всякими буквами Кемера и знаками. Очень хорошая погода. Смотрите, здесь вот приглашали поиграть. Кто, видно, хочет, собирается в определенное время, чтобы поиграть на пляже. Ну, вот сегодня собрались мужчины. Очень приятный теплый ветерочек задувает. Очень приятно гулять. По этой набережной можно гулять и в купальниках, потому что очень многие люди здесь именно с этих пляжей прогуливаются или идут до своих каких-то ближайших отелей. То есть вечером здесь, конечно, все уже ходят нарядные, красивые. Ну, а днем все тут идут на морюшко, на свой пляж или с морюшка вот на обед бегут. Ну, очень-очень красивый зеленый такой городок. Очень много зелени, пальм, травы. Здесь растут гранатовые деревья. Потом бананы. Вот я видела здесь вот росли. Это вот ночной клуб мы с вами идем. Очень красивые виды. Вот просто погулять, посмотреть, полюбоваться. Вечером все это очень красиво освещается с подсветочками. Мы пришли вот к пляжу частному, на котором можно купить лежак. И сейчас мы с вами подошли к ночному клубу, только с обратной его стороны. Здесь есть такой даже проход на улицу. И как раз-таки здесь растут банановые деревья такие. Насколько нам когда-то рассказывали, что вот они вырастают, ну, на один сезон, и все. И потом это не так, что они вот как деревья много лет. Ну, я не знаю. Очень такие красивые листья. И вот так вот растут плоды бананов. Посмотрите. Ну, листья очень такие шикарные. Очень красивый цвет моря. Я никогда не приезжала в Турцию именно в середине октября. Ну, в начале октября сейчас мы приехали. Сезон, я вам скажу, вот конкретно здесь, в Турции, в Кемере. 28 октября закрываются все маленькие отели. И остаются только большие отели. Мне сказали, что остается Rocks Royal работать. Ну, я не знаю, какие еще остаются. Может быть, Crystal остается, как он большой. Может быть, нет. Я не знаю. Но вот маленькие все вот отели, которые находятся в городе и по набережной, они все закрываются. И потом они уже откроются, нам сказали, в мае месяце. Так что у них такой будет закрытый сезон уже. Ну, вот сейчас очень можно комфортно отдыхать. Это такой, как вам сказать, бархатный сезон, наверное, когда тепло, но не парит, когда можно находиться на пляже и в обед. Но солнце здесь заходит вот уже на пляже. Его нет в зависимости, смотря на каком вы пляже, на каком-то в три, на каком-то в четыре, на каком-то в пять. Все идут посмотреть заброшенный отель. Это, наверное, самое интересное, как выглядит именно заброшенный отель. Это такая интересная достопримечательность. Ну вот мы с вами прошли одну часть набережной от пляжа Тропикана. Но зато вот мы сейчас гуляем в купальниках, и у нас ровненько прилипает загар, как говорится, во время прогулки. Ну, здесь находятся такие маленькие отели все по набережной. Приносить еду и напитки с собой запрещено. Вот, видите, написано. Это отель, в котором я живу сейчас. Видите, он находится прямо на набережной. Очень хороший, милый, маленький отель. Мне очень он нравится. Вот здесь вот сразу столики завтракать, обедать, ужин. И здесь у нас еда. Здесь бассейн. Он очень маленький. Сейчас мы зайдем в него. Я вам покажу внутри, как он выглядит. Я живу на третьем этаже. Внизу находится хамам. Вот люди даже с отеля Кристаллс к нам приходят в хамам. Вот, и как бы рецепшн. И вот вход туда идет наверх. Да, есть лифт. Вот такие у нас стоят фараоны. И все. И вот мы уже вышли с отеля на ту улицу, где находятся ночные клубы. То есть, вот, я вам сейчас покажу с этой стороны. Мы обошли. Вот вход в ночной клуб. Там вот такой черненький, видите? Это вот вход в ночной клуб. То есть, мы обошли с вами такой вот кусочек. И пришли опять в отель. Вот приехал лифт. Здесь такое фойе. Играет релаксирующая музыка. Вот здесь у нас проходит обед. Можно выпить чай, кофе, пиво. И вот мы опять с вами вышли на море. То есть, видите, какой маленький, уютный, хороший отель. Здесь вот можно завтракать, обедать, ужинать. Играет релаксирующая музыка. Играет релаксирующая музыка. вот мы с вами взяли в баре пиво и вот можем здесь сесть, отдохнуть, посмотреть вид на море и насладиться вкусом турецкого пива, пиво очень хорошее холодненькая, пенистая, пойдемте сейчас сядем по поле ну вот, мы с вами обошли одну часть набережной, до второй части мы сейчас с вами не дойдем, мы уже дошли до отеля, сейчас я выпью пиво и мы с вами пойдем на море благодарю всех, кто посмотрел это видео, подписывайтесь, ставим лайки, делимся этим видео, колокольчик теребим и отдыхаем в Кемере я еще расскажу, это 8 октября 2024 года, мы находимся в Турции, в Кемере, ребята, так что подписываемся и ставим лайки благодарю всех за видео